Здравствуйте! В эфире новости на телеканале CBC. В студии Медина Гурбанова и в начале коротко о главных событиях к этому часу. Сегодня начинает работу 10-й глобальный Бакинский форум. Главная тема – мир сегодня, вызовы и надежды. В Грузии продолжаются акции протеста против принятия парламентом законопроекта об инагентах. Для разгона протестующих полиция применила ведометы и слезоточивый газ. Генсек ООН Антонио Гутерриш в ходе визита в Киев призвал продлить зерновую сделку, срок которой истекает 18 марта. Мир сегодня, вызовы и надежды. Юбилейный 10-й глобальный Бакинский форум начинает работу сегодня. В рамках этой площадки известные лидеры и эксперты обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. В их числе изменение климата, восстановление в постпандемический период и другие интересующие весь мир темы. Гости форума уже прибыли в столицу Азербайджана. Президент Ильхам Алиев накануне провел ряд встреч. Восстановительный ряд встреч, где были обсуждены перспективы развития двухсторонних отношений, в том числе с Латвией, Китаем и другими странами. Традиционно организатором форума выступает Международный центр Низами Гендживи. Мероприятие имеет ежегодный характер и проводится в Баку с 2013 года. Азербайджан подписал 13-й протокол Европейской конвенции по правам человека. На основании распоряжения президента Ильхам Алиева 3 февраля постоянным представителем Азербайджана при Совете Европы Фахрадином Исмайловым в Страсбурге, в присутствии генерального секретаря Совета Европы Марии Печинович Бурич, был подписан 13-й протокол Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене смертной казни во всех случаях. Присоединившихся к протоколу, Азербайджан после завершения соответствующего процесса ратификации в стране официально подтвердит свое намерение полностью запретить смертную казнь, в том числе за преступления, совершенные в военное время или при непосредственной угрозе войны, а также гарантировать право на жизнь на высшем уровне. Как известно по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева, впервые с 1993 года в стране был введен мораторий на исполнение смертной казни, а в 1998 году в национальном законодательстве были изъяты положения о применении смертной казни. Перспективы для мира в регионе есть. К такому выводу после визита в Азербайджан пришел старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Бона. Дипломат заявил, что достижение мира потребует от обеих сторон доверия друг к другу. Вашингтон выступает за тесное сотрудничество с Баку и Ереваном для установления прочного мира в регионе. Об этом в ходе визита в Армению заявил старший советник госсекретаря США по переговорам на Кавказе Луи Бона. По словам американского дипломата, рост напряженности в регионе еще больше усилил значимость его миссии. Мы здесь не для того, чтобы навязывать формулировки, навязывать условия какой-либо из сторон. Мы пытаемся способствовать миру. Я имею в виду, что мы хотим, чтобы стороны сами разрабатывали формулировки, условия, принимали их вместе. Они должны решить это между собой, потому что любой долгосрочный, устойчивый и сбалансированный мир должен исходить от самих сторон. Это не может исходить от третьей стороны, извне. Достижение мира будет непростым, отметил американский дипломат, подчеркнув, что нормализация отношений требует тяжелой работы и приверженности со всех сторон. Луи Бона также прокомментировал вероятность кооперации Вашингтона и Москвы в деле установления диалога между Баку и Ереваном. Соединенные Штаты Америки, заявил Бона, готовы сотрудничать с любыми и всеми сторонами, которые привержены продвижению этого процесса. На самом деле я связывался со своим российским коллегой по Минской группе. Я не буду делать каких-либо комментариев по этому вопросу. Мы здесь не для того, чтобы критиковать стороны или решать какие-либо другие геополитические вопросы. Я здесь для того, чтобы помочь Армении и Азербайджану найти решение. Нам нужно довести это до конца. Вот почему я здесь. Луи Бона не исключил, что для решения соответствующих вопросов он может провести встречу со своим российским визави спецпредставителем главы МИД России по вопросам содействия, нормализации отношений между Ереваном и Баку Игорем Хаваевым. Американский дипломат также прокомментировал необоснованные призывы Армении принять санкции против Азербайджана. Бона подчеркнул, что санкции в отношении Баку даже не рассматриваются. Тысячи людей всю ночь протестовали у здания парламента в Тбилиси, выражая свое недовольство новым законопроектом о прозрачности иностранного влияния. После нескольких часов относительно спокойной демонстрации начались стычки митингующих с правоохранительными органами. На кадрах видно, как полицейские используют водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Грузинские власти заявили, что акция протеста приняла насильственный характер. Сообщается о многочисленных задержаниях. Парламент Грузии 7 марта в первом чтении поддержал законопроект об инагентах. В соответствии с документами все СМИ и общественные организации, которые фирансируют из-за границы, будут считаться агентами иностранного влияния. После этого в Тбилиси начались массовые протесты против решения властей. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы организовали две недели назад, когда законопроект еще находился на рассмотрении. Мы требовали от правящей партии услышать голос народа, но, как видите, все тщетно. Однако мы не перестанем бороться. Правительство говорит, что законопроект лишь обеспечит прозрачность работы НПО. Однако все прекрасно понимают, что сначала они дискредитируют организации третьего сектора, затем ослабят и в итоге просто закроют. Как мы уже отметили, сегодня в Баку начинает работать 10-й глобальный форум. За его работой следит моя коллега Эльмира Мосс-Азаде. Она сейчас находится в Международном центре Низамиген-Дживи. Насколько я понимаю, здравствуй, Эльмира. Расскажи, как столица Азербайджана встречает форум? Да, здравствуй, Медина. Находимся мы во дворце Гюлюстан. Именно здесь пройдет вступительная часть, первая панельная сессия сегодняшнего 10-го форума, который посвящен... Вот лозунг можно увидеть прямо позади меня. Это мир сегодня, вызовы и надежды. И вот все респонденты, с которыми нам сегодня удалось поговорить, участники форума, как раз таки отмечают, что в нынешней непростой геополитической ситуации эта площадка, этот форум традиционно становится тем местом, где можно обсудить наиболее острые, актуальные вопросы, проблемы. И именно здесь сегодня можно найти, можно встретить разное мнение представителей разных стран, разных культур и даже цивилизаций. И, возможно, на полях этого форума можно будет прийти к какому-то консенсусу. Но вот действительно, Бакинский глобальный форум, который стартовал еще в 2013 году, как раз таки и начинался именно с этого, начинался именно с диалога. Он организован, как совершенно справедливо ты отметила, Медина, центром Низами Генжи Ви. И главная его цель этого центра – это создать такой диалог между представителями различных культур. И вот сейчас как раз мы имеем такую возможность. Если в самом начале форума принимали участие не так много участников, не так много видных политических деятелей, то сейчас действительно здесь сегодня можно встретить глав государств и правительств. Вот мы поговорили сегодня уже с бывшим президентом Молдовы и бывшим президентом Грузии, которые отметили, что сейчас для их стран очень важно иметь такую платформу, площадку, где они могут высказаться и где они могут донести реальность о своих странах, реалии своих стран и рассказать о проблемах, с которыми сталкивается их общество. Действительно, этот глобальный форум вызвал такую популярность. И вот многие из наших респондентов сегодня не впервые принимают участие в его работе. Это не случайно, потому что здесь, как отметили наши респонденты, в первую очередь действительно прекрасная организация, которая позволяет в формате дискуссии слушать и слышать друг друга. А во-вторых, конечно, это состав участников, это все видные политические деятели, которые обсуждают наиболее актуальные вопросы для всего человечества. И эта площадка традиционно, Баку стал традиционно той площадкой, на которой это можно делать и действительно доносить всю правду, не боясь какого-то осуждения или ангажированности. Ведь Баку традиционно это то место, где сталкивались Восток и Запад, где различные цивилизации, различные культуры могли абсолютно свободно себя чувствовать. И как раз вот этот дух мультикультурализма, который присущий азербайджанскому народу, в том числе отражается и здесь, на площадке этого форума. И это действительно можно чувствовать, буквально поговорив с респондентами, поговорив с участниками. Ну вот, в прошлом году девятый форум был посвящен угрозам миропорядку. И тогда, выступая на открытии этого форума, президент Азербайджана рассказал о реалиях страны, о том, что Азербайджан стремится к миру и безопасности, стабильности в регионе. Ну вот тогда, так же, как и сейчас, была актуальна проблема того, что, к сожалению, соседняя страна, Ереван, не идет на создание какого-то диалога, не идет на подписание мирного договора. И это, безусловно, сказывается на безопасности всего Южного Кавказа. Вот мы сегодня говорили, в том числе, с бывшим президентом Грузии, который отметил, что Тбилиси, в том числе, выступает за то, чтобы быть такой, там, между двумя южнокавказскими странами и вместе говорить о безопасности Южного Кавказа. Ну вот, в нынешнем году, в текущем году, одной из важных тем является, в том числе, реформы в международных структурах, международных организациях. И вот этот форум, который сегодня имеет большой вес на политической арене, может как раз стать площадкой для обсуждения этой актуальной темы. Вот выступая на саммите движения неприсоединения, который также прошел в Баку неделей ранее, тогда президент Азербайджана тоже отметил, что структура ООН должна претерпеть определенные изменения. И вот интересно то, что инициативы, которые выдвигались в рамках Бакинского глобального форума, были также представлены в ООН, Альянсе цивилизаций. И в том числе, я думаю, что те обсуждения, которые будут сегодня проводиться здесь, будут услышаны гораздо большим кругом стран и гораздо большим кругом, действительно, мировых политических деятелей. Ну вот форум стартует буквально через полчаса. Наша съемочная группа продолжит отслеживать его работы. Большое спасибо. Я напомню о глобальном бакинском форуме, работа которого стартует сегодня, рассказала моя коллега Эльмира Моссезаде. Суверенитет, единство и территориальная целостность Украины должны быть защищены в ее международно признанных границах. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В ходе своего визита в Украину на пресс-конференции в Киеве глава ООН подчеркнул необходимость продления срока действия Черноморской инициативы, обеспечения безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции, а также расширения обмена пленными. Позиция Организации Объединенных Наций, которую я последовательно выражал, предельно ясна. Вторжение России в Украину является нарушением Устава ООН и международного права. Наша конечная цель столь же ясна. Справедливый мир, основанный на Уставе ООН, Международном праве и недавней резолюции Генеральной Ассамблеи, посвященной году с начала войны. Также я хочу подчеркнуть критическую важность продления Черноморской зерновой инициативы и работы по созданию условий, позволяющих максимально эффективно использовать экспортную инфраструктуру в Черном море в соответствии с целями инициативы. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Генсека и всю Организацию Объединенных Наций, подчеркнув, что ООН идентично украинской стороне трактуют необходимость защищать общечеловеческие ценности и международный порядок. В ходе сегодняшних переговоров мы сосредоточились прежде всего на вопросах безопасности, на том, что лежит в основе нашей формулы мира и на всех логических путях возвращения украинской и европейской глобальной безопасности. Это касается безопасности людей, продовольственной безопасности, а также крайне важный момент – обеспечения безопасности ядерных объектов. Именно сейчас и именно Украина на передовой не просто борьбы, а реальные войны за все те принципы, на которых основывается международная жизнь. Именно сейчас и именно Украина защищает цели и принципы устава ООН. А значит, именно сейчас и именно в Украине решается, каким будет будущее ООН и какова будет глобальная роль Организации Объединенных Наций. Соединенные Штаты ввели очередные санкции против Ирана. В черный список попали чиновники, компании и региональные руководители тюремной системы Ирана, уличенные в нарушении прав женщин. Об этом говорится в сообщении Минфина США. В заявлении отмечается, что Соединенные Штаты с партнерами поддерживают женщин Ирана, которые борются за свои базовые права. Известно, что санкции коснулись замглавы Генпрокуратуры Ирана, двух военных, двух региональных руководителей тюрем и трех компаний, которые, по данным США, причастны к подавлению протестов на территории страны. По данным ведомства, в иранских тюрьмах женщины-заключенные подвергаются пыткам и насилию. В Париже женщины вышли на улицы в Международный женский день в знак протеста против пенсионной реформы правительства. Правительство Франции планирует повысить возраст выхода на пенсию до 64 лет, что непропорционально затронет женщин, у которых часто менее линейная карьера, чем у мужчин. Женщины, которые работают неполный рабочий день или имеют ненадежные контракты, следовательно, будут иметь меньше пенсии. Это не их вина, это не их личный выбор или их экономический выбор. Нет, это просто из-за того, что они подчиняются системе, которая заставит их заниматься домашними делами, присматривать за своими детьми, за своим домом, и поэтому они должны работать неполный рабочий день. Таким образом, правительство должно действительно принять во внимание эту ситуацию. И в завершение о новостях экономики. Столица Азербайджана, как мы отметили, принимает 10-й глобальной бакинской формы. На этой площадке влиятельные политики традиционно ищут пути преодоления самых насущных проблем в мире, в том числе и в экономике. А на мировых рынках ждут запланированные публикации глобального ежемесячного основного индекса потребительских настроений, Томпсон, Ройтерс и Ипсос. Эти данные выйдут для Великобритании, Италии, Германии, Франции и Испании. Этот композитный индекс охватывает мнение потребителей по ожиданиям и текущей ситуации в экономике страны, регионе, а также по уровню жизни. В России должны огласить цифру международных резервов Центробанка. В России выходят данные по заказам в машиностроении, от которых зависят ближайшие прогнозы по развитию японской экономики. Также в этой стране опубликуют цифры ВВП, потребительских расходов и денежных ресурсов. В США выйдут данные рынка труда и по объемам запасов природного газа. День завершит доклад руководства Федеральной резервной системы. Аналогичный отчет выйдет по Банку Канада. На его основании трейдеры будут делать выводы по развитию ситуации финансовой системы страны. В Словении сегодня проходит конференция, посвященная реформе системы экономического управления Европейского Союза. Участники встречи будут искать консенсус для обеспечения устойчивости и роста. И на этом наш выпуск завершен. Оставайтесь с телеканалом CBC. Субтитры создавал DimaTorzok